Каждый год в Красноармейской кадетской школе НОП-центр в преддверии Дня защитника Отечества проходит традиционное мероприятие – присяга. Ребята-новички в торжественной обстановке дают клятву. Хоть для центра присяга за 26 лет стало делом привычным, но всегда она остается такой же волнительной, как это было в первый раз. Это очень волнительный момент, поскольку мы видим, как дети переживают, как переживают их родители. Это первая их присяга. Присяга в присутствии родителей. Они клянутся быть честными, справедливыми, защищать нашу родину, хорошо учиться. Этого многого стоит. Поэтому дети волнуются, их переживание нам передается. И мы счастливы, что такие мероприятия проходят в наших стенах уже 26-й год. 19 кадет дали присягу 22 февраля. Это те ребята, которые поступили 1 сентября на обучение в центр и которые прошли специальную подготовку. Я горжусь этим, потому что это как-никак новое звание, новые возможности и дорога к будущему. Для меня это значит очень большую честь, потому что как бы новое звание, это дает мне новый приоритет. И я думаю, что мои родители гордятся мной. Для всех ребят день, когда они дают присягу – один из самых главных за время пребывания в кадетской школе. Каждый из них пришел сюда учиться не просто так. Многие ребята планируют посвятить свою жизнь служению родине. Я хочу в будущем стать полицейским, а для этого мне показалось нужным поступить в кадетское училище. Именно полицейским хочешь стать? Да. Детективом. Детективом? Да. А почему? Ну, просто детективом разгадывать загадки очень люблю с детства. В этом году присяга проходила по-особенному. Кадеты давали клятву в недавно построенной крытой спортивной площадке. До этого мероприятие проводили на улице перед центром, что не всегда было удобно. Погода зачастую не баловала. Вот сегодня такая с утра была плохая погода, а мы так радовались, что на наших ребят не дует, не падает снег на голову. Смотрите, как им комфортно. А уж как они-то рады. Каждую минуту, каждую паузу туда, в этот комплекс. Об этом комплексе в центре мечтали целых 25 лет. В прошлом году они подали заявку на получение президентского гранта на строительство крытой пришкольной универсальной спортивной площадки «Кадет». Около трех миллионов рублей было выделено фондом на ее оснащение. Пришлось доложить свыше 14 миллионов, чтобы построить основание фундаментальное и сделать специальное пневмокаркасное арчное сооружение, которое накрыло нашу спортивную площадку. И теперь у нас есть возможность в любое время года, в зависимости от погодных условий, проводить спортивные, культурные мероприятия. Целый год ушел от центра на подготовку к такому серьезному шагу и важному событию. Это такая громадная работа, и проделана она нашим генеральным директором, потому что если бы не его упорство и твердое желание максимально создать комфортные условия для воспитанников, не знаю, подняли бы мы этот проект или нет. На строительство площадки ушло не больше трех месяцев. Открытие было 21 декабря. Все это время, пока площадка строилась, руководству центра приходилось, не прерывая образовательного процесса, заниматься вопросами, касающимися обучения кадет и решать все проблемы, связанные с комплексом. Вот даже написание заявки на гранд президентский – это такая колоссальная работа, экономическая. Но доктор наук Владимир Николаевич, он, собственно, защищался именно по вопросам экономики частного образования и вообще образования в России. Осилил это хождение. Эта площадка позволила проводить присягу совершенно по-новому. Кроме самой торжественной клятвы, гостям мероприятий и родителям продемонстрировали все то, чему обучают ребят в кадетской школе. Это строевая, стрельба, грек-римская борьба, творчество вокально-инструментального ансамбля и многое другое, что входит в образовательную программу. Группа работает с ландшиной четко и переходит к элементу разрушенной лестницы. Димовая заезда не дает пройти по этому кругу по кратчайшему пути. Наши учителя сейчас заняты тем, что они интегрируют два вида образования – экономия, время и силы наших воспитанников. Зато посмотрите, какой профиль у них. Они все умеют. И я не оговорилась – профиль. Понимаете? Среди почетных гостей присяги – ветеран комендатуры Московского Кремля, член Союза писателей России и просто друг центра Владлен Гурковский. С 1992 года он занимается историей кадетских корпусов России. По этой теме он написал три книги. Они рассказывают о подобных учреждениях как в России, так и за рубежом. С этим корпусом у меня очень большая дружба. Это как бы, ну, в шутку, не в шутку, они меня называют тут куратором, историком. Но я работаю, выступаю перед кадетами, рассказываю о том, как создавались кадетские корпуса, как они развивались, какова их история, вот к чему в конечном счете приходили кадетские корпуса, кого они вырастили. Также Владлен Гурковский отмечает, что в Красноармейской кадетской школе подготавливают настоящих мужчин. По его словам, здесь руководство и педагоги многое делают не только для физического развития ребят, но и для духовного. С появлением новой спортивной площадки у центра будет еще больше возможностей для их движения вперед. Планов у них много. На площадке будут проводить комплексные тренировки кадет. Также здесь могут заниматься танцами, ведь ребята постоянно ездят на балы и сами их организовывают. Руководство центра надеется в ближайшее время завершить оснащение площадки. На сегодняшний момент она требует еще некоторых вложений. Необходимо установить сцену. На площадке собираются проводить не только внутренние мероприятия, но и городские, и даже региональные. Те, кто бросит карьеру, живота не жалея, Свою грудь подставляет за Россию свою. Офицеры, офицеры, Ваше сердце под прицелом за Россию И свободу до конца. Евгения Коломис, Владимир Парфенов, Пушкинское телевидение.